Всем привет! С вами Куркем. Вы на канале StudyTime. Это долгожданное видео. У меня многие просили снять видео на тему, как поступить в Назарбаев университет, в магистратуру и резидентуру. Для начала, да, можете меня поздравить. Наконец-то я получила по почте свой диплом. Вот он. Что предлагается здесь? Диплом А4 формата на английском. Это вот такой диплом. Дальше прилагается диплом А5 формат на казахстанский лад. То есть здесь на казахском, на русском, это на английском. И транскрипты на трех языках с моими оценками. На английском, на русском, на казахском. Все курсы, которые я проходила. И я сразу сделала нотариальное заверение этого диплома для дальнейшего поступления в докторатуру и для работы. И на этом, получается, я уже официальный магистр управления образованием. Это на английском будет как the degree of master of science in educational leadership. So, I'm very happy today. Я очень счастлива, что наконец-то получила этот диплом по почте. Теперь, давайте вам расскажу, как поступить в Назарбаев университет шаг за шагом. Так, шаг первый. Проверьте официальный сайт университета и выберите школу. Школа — это факультет. На заметку скажу, что программа магистратура и резидентуры предлагает семь школ. Это семь разных программ. Первая программа — это подготовительный год программы магистратуры Назарбаев University Zero Year Program. То есть это год подготовки для поступления в магистратуру. Вторая школа — это высшая школа бизнеса, Graduate School of Business. Третья — School of Engineering and Digital Science, школа инженерии и цифровых наук. Четвертая — это School of Medicine, школа медицины. Пятая — School of Science and Humanities, школа естественных, социальных и гуманитарных наук. Шестая — School of Mining and Geoscience, школа горного дела и наук о земле. И седьмой — Graduate School of Education — это высшая школа образования, где я и училась. И также есть школа государственного управления, государственной политики, по-моему. Graduate School of Public Policy. Проверьте сайт, посмотрите, какая школа именно, какой факультет вам подходит. Дальше второй шаг — это узнать точную дату приема документов. У каждой школы она варьируется. Например, School of Education обычно начинается с января до апреля. Бизнес-скул может быть, дедлайн может быть и май, июнь. Разный, совершенно разный. Обычно прием документов начинается с ноября, либо с апреля. Это вот как бы general. Теперь, очень важно, конечно, успеть сдать документы в период, указанный на сайте. Лучше, конечно, сдать документы минимум за неделю до дедлайнов. Номер три. Прочитать вступительные требования к программе. У каждой программы разные вступительные требования. Где-то требуют IELTS, какой-то балл, 6.0, где-то требуют 7.0, где-то требуют GMAT, GRA, разный. Поэтому прочитайте требования именно в вашей школе. Так как я закончила Graduate School of Education, буду делать разбор на его примере. Школа от Graduate School of Education предлагает две программы магистратуры. Это Educational Leadership, где есть три разных направления. School Education, Higher Education, Inclusive Education. Это школьное образование, высшее образование и инклюзивное образование. Я закончила именно Inclusive Education. И вторая программа – это Multilingual Education. Теперь, после того, как вы выбрали для себя школу, затем вы должны ознакомиться со списком документов для участия в этом конкурсе. Для удобства распечатал этот список. Первое – это Complete Application Form. Вы должны заполнить форму заявки. Для этого вы регистрируетесь, то есть регистрируете свою почту на сайте, на сайте университета. Дальше – National ID, то есть удостоверение личности у вас должен быть в отсканированном PDF формате. Official Document Confirming Name Change. Если вы вышли замуж и поменяли фамилию, имя и так далее, то есть если вы даже поменяли имя, вы должны дать подтверждающий документ. Четвертое – Bachelor's Degree Diploma with Transcript. Так как вы поступаете в магистратуру, соответственно, вы должны приготовить все документы, которые у вас – дипломы, транскрипты, которые вы получили после окончания бакалавриата. Конечно, IELTS и TOEFL сертификат с датой сдачи документа и с указанием бала, то есть официальный сертификат по требованию. Средний балл – это 6,5 сейчас в университете и выше. Overall Band и также очень тщательно смотрит на балл Writing Section, потому что при магистратуре вам придется много писать. Вы будете сдавать paper, group assignments и вот этот Writing Skill вам необходим. Поэтому очень большое требование в IELTS именно Writing Skill. Те, кто не набирают балл по IELTS, либо по каким-то другим причинам, какие-то документы не соответствуют и так далее, не соответствуют каким-то требованиям, вы можете подать документ на Zero Year Program. Дальше, шестой. Document confirming English is the language of instruction. То есть, если вы учились в университете, либо в бакалавриат, в англоговорящей стране, либо в университете, то вам не обязательно предлагать IELTS сертификат. Но в моем случае бакалавриат я закончила в Индии, и там у нас основной язык был английский. Но все равно я приложила IELTS, чтобы быть стопроцентно уверенной. Дальше, седьмое. Curriculum Vita up to two pages. Также вы даете резюме, который состоит максимум из двух страниц, где вы указываете, даете информацию о себе, family, education background, achievements, interests и так далее. То есть, ваши интересы, социальная жизнь, семейная жизнь, образование, вот эти все данные, вы включаете в это Curriculum Vita. Также, прежде чем сдавать резюме, просмотрите стандарты резюме, как правильно писать резюме. GRE Certificate – это не у всех требует, если есть, если есть, конечно, можете приложить. Statement of Purpose – это мотивационное письмо. Кстати, если у вас проблемы с написанием мотивационного письма, посмотрите ролик на этом же канале. How to write a motivation letter – как написать мотивационное письмо. Дальше, и десятое – two confidential letters of recommendation. Конечно, рекомендательное письмо. Два рекомендательных письма. At least one academic reference. То есть, не менее одного academic reference от вашего педагога, преподавателя, супервайзера, который был у вас при бакалавряте. То есть, вот этот academic reference показывает, какой вы в учёбе, а professional reference показывает, какой либо какая вы на работе. Поэтому просят дать два рекомендательных письма. Это вот список документов. И вообще, чтобы получить грант, любой грант, нужно очень хорошо подготовить документы. Это номер один, то, что вы должны делать. Потом, конечно, после того, как прошли этап документов, вы уже готовитесь к интервью. Следующий шаг – это прочитать пункт «Важная информация». Это на сайте. Вот здесь вы узнаете, по каким стандартам должны быть оформлены ваши документы. Есть свои стандарты. Прочитайте их и оформите их. Также все копии, которые вы будете сдавать, они должны быть нотариально заверены. Если у вас там казахстанский диплом, допустим, диплом на казахском языке, вам нужно это всё перевести на английский и нотариально это всё заверить. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, не забывайте. Буду вам благодарна. На этом всё насчёт поступления в ну. Если есть у вас ещё какие-то дополнительные вопросы, можете задавать. По ходу ваших вопросов я буду снимать такие mini-instructive videos. Goodbye. I hope that it was very useful for you.